Глава Олимпийского комитета России призвал не доверять слухам о том, что от всей нашей сборной в Рио смогут поехать лишь 40 спортсменов. По словам Александра Жукова, точное количество тех, кто сможет пройти дополнительные проверки со стороны Федерации, пока неизвестно. Сегодня глава Национального комитета побывал на встрече с представителями спортивной школы ЦСКА. Традиционно именно ее воспитанники составляют костяк нашей олимпийской сборной. Александр Жуков пожелал удачи всем армейцам и заверил в том, что россияне будут их горячо поддерживать. Очень надеюсь на то, что и на Олимпийских играх в Рио список достижений армейских спортсменов, ярких побед пополнится. И, конечно, я думаю, что в этой ситуации, в которой сегодня мы оказались, мы будем вдвойне, втройне болеть и переживать за наших спортсменов. Вся страна, я думаю, будет с огромным вниманием следить и поддерживать. Я надеюсь, что вы эту поддержку почувствуете и она вам поможет. Напомню, сегодня издание «Телеграф» заявило о том, что на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро мог якобы допустить не более 40 российских атлетов из 400, которые планировали с самого-самого начала. Наняты независимые эксперты, которые будут проверять допинговую историю, опять же, по данным британских журналистов. И должны будут отсеять 90% наших спортсменов. Ну, может быть, и не 90%, но некоторые из знаменитых россиян на Олимпиаду уже точно не поедут. Стали известны фамилии наших атлетов, к которым у экспертов могут появиться претензии при дополнительном отборе. Например, волейболист Александр Маркин. Ранее его подозревали в употреблении мельдония. Он уже заявил, что покинул национальную команду и сейчас находится у себя дома. При этом речь об отстранении всей волейбольной сборной, естественно, не идет. От поездки на Олимпиаду также отстранили двух российских каноистов Андрея Крайтера и Алексея Каравашкова, а также трех байдарочников. Решение приняла Международная федерация гребли на каноэ. Имена россиян присутствовали в том самом докладе Макларена, опубликованном ВАДА. Видимо, только одно это и стало причиной отстранения. Кто знает, их лицензии на участие в Олимпиаде федерация распределила между другими национальными сборными. Ну а для тех атлетов, кто все-таки сможет прорваться в Рио, есть и другие ограничения. Хочешь пиво? Езжай домой. Такое правило для россиян ввели руководители нашей делегации. Выпивать запрещено совсем, даже слабоалкогольные напитки. Впрочем, сухой закон в стане сборной действует уже давно, на протяжении как минимум десяти последних Олимпиад. Так что вряд ли у спортсменов возникнут сложности с его соблюдением. Об особенностях быта наших спортсменов во время главных соревнований четырехлетия, Лайфу в эксклюзивном интервью рассказал руководитель делегации Игорь Казиков. По его словам, россияне еще задолго до начала соревнований выбрали себе место для проживания. Многоэтажный восьмой корпус в Олимпийской деревне полностью отдадут под нужды нашей сборной. Мы взяли себе целиком многоэтажный восьмой корпус. Выбрали его заранее еще год назад. Он очень удачно стратегически расположен, недалеко от столовой и транспортного молла. Главный принцип олимпийского расселения – селиться подальше от малочисленных африканских делегаций. Как начнут стучать в барабаны или бубны и распевать свои песни, и так всю ночь. Убедить их перестать и лечь спать невозможно. Кстати, условия проживания у олимпийцев, не сказать, чтобы очень шикарные. Стандартная комната, двухместная. На каждые четыре номера два общих туалета. За пределами олимпийской деревни будут жить только российские гриппцы и их цмены. Им сняли гостиницу поближе к лагуне, где пройдут соревнования. Иначе во время игры пришлось бы добираться до места старта два с лишним часа, если не больше. Для россиян предусмотрели особое питание. В плюс к тому, что приготовили для всех спортсменов-организаторы игр. В любом случае, даже если захочется чего-нибудь экзотического, атлеты всегда смогут купить это сами. Им полагаются суточные, как работникам, находящимся в зарубежной командировке. Ну, это что-то около 15-20 долларов. В Рио построили две столовые. Одна из них круглосуточная, причем там представлены 5-6 кулинарных направлений. Есть и азиатская кухня, европейская и многие другие. Но по своему опыту знаю, что уже через несколько дней все это приедается. И наши спортсмены начинают просить что-то русское. Борщик, селедку, жареную картошечку. Поэтому берем в Рио своего повара. И в доме болельщиков олимпийцы всегда смогут съесть что-то привычное, домашнее и любимое. Отдельно руководитель российской делегации становился на защите здоровья наших спортсменов. Бразилия страна жаркая, много всяких специфических заболеваний. Конечно, к тому же еще не утихли страсти по поводу вируса Зика. Как и рассказал Лайфу Игорь Казика в эксклюзивном интервью, чтобы защитить россиян. От комаров для каждого атлета предусмотрели набор формы с длинным рукавом. А в номерах установят сетки на окна и распылители. От еще одной напасти знаменитых бразильских бандитов из неблагополучных районов россиян, по словам Казикова, должен защитить здравый смысл и никто иной. Не надо самим ездить на мопедах на экскурсии фавелы, и все будет хорошо. Не надо ночью купаться на пустых пляжах. Я лично бывал в Рио четыре или пять раз, каждый вечер гулял перед сном три километра. Ко мне ни разу никто не приставал, не пытался отнять кошелек или телефон. Наши спортсмены люди опытные, большинство из них в Бразилии раньше были. Поэтому не думаю, что с ними произойдут какие-либо эксцессы. Какие-то нравоучения, политинформацию проводить не будем. Все взрослые, все и так понимают, как себя вести. Помимо официальной российской делегации, наш олимпийский комитет направит в Рио 50 знаменитых спортсменов, чемпионов, победителей прошлых олимпиад. Это такая группа поддержки. Они будут встречаться с атлетами в русском доме, чтобы поддержать, а иногда и советом поделиться. Заодно члены нашей сборной надеются, что простых болельщиков в Рио из России приедет немало. Кстати, больше подробностей о жизни наших олимпийцев в Рио можно прочитать в большом интервью. В большом, но интересном интервью Игоря Казикова на live.ru. Для сборной Австралии предстоящая олимпиада станет второй, во время которой им придется соблюдать настоящий кодекс. Строгие правила проведения разработали чиновники зеленого континента после игр в Лондоне. Тогда атлеты порядком набедокурили из-за перебора с алкоголем. Так вот, теперь им запрещено вести себя агрессивно и вызывающе употреблять ненормативную лексику, громко и бессвязно разговаривать, ходить шатаясь. Вот такая прям цитата из документа. Падать во время ходьбы, раздражать своим поведением товарищей по команде и других окружающих людей.